Всем привет! Мой сегодняшний скринкаст был спровоцирован недавним разговором с одним хорошим человеком. Он мне задал вопрос, на его взгляд простой и обычный. Где лучше всего скачать фотошоп? Ну, где скачать фотошоп и все остальное мы в принципе все знаем. Но надо ли это делать? Как известно, во-первых, воровать грешно. Во-вторых, 90% функций большинство людей просто не используют в этом монстре, в этом мегакомбайне. Просто это не нужно основной массе фотолюбителей. Что нужно простому человеку? Подправить фотографию, добавить может быть какого-то цвета, уменьшить размер, убрать красные глаза, добавить контрастности и так далее. То есть все эти мелочи можно сделать в некоторых бесплатных и удобных программах. Сегодня я хотел бы рассмотреть одну программу, даже не программу, а скорее сервис. От того же самого фотошопа. Так он называется, photoshop.com. Он находится в сети и все фотографии вы обрабатываете и храните в сети. Это удобно, если, конечно, вам позволяет возможности интернета, скорости его и пропускного возможности канала. Вы можете загрузить фотографии, находясь на любом компьютере, обязательно своем, достаточно для своей логин и пароль. Где-то в дороге, в пути, в путешествии, просто на выставке, на симпозиуме, где угодно. У вас появились фотографии, которые у нас срочно как-то обработать и с кем-то поделиться, может вывесить на свой сайт, еще что-то. И вы заходите через любой интернет-клуб, через любой компьютер, который у вас есть под рукой, просто там, не знаю, там, Wi-Fi и ноутбук и все что угодно. Вы тут же загружаете их на photoshop.com, обрабатываете и отправляете по e-mail, вывешиваете на сайт или делаете что-то еще. То есть, собственно говоря, такой фоторедактор всегда с собой. И вам для этого не нужно что-то платить, вам не нужно красть это бесплатно. И основные функции, которые, как я уже сказал, чаще всего используют большая часть фотолюбителей, простые фотолюбители, непрофессионалов, обычных людей, там все это присутствует. Сегодня я хочу рассказать об этом сервисе. Итак, photoshop.com. Открываем браузер, Safari или любой другой, которым вы пользуетесь. Набираем photoshop.com. Заходим на вот эту вот веселую страничку. Для того, чтобы попасть вовнутрь, в хранилище и редактор, нам нужно иметь регистрацию на Adobe, свой аккаунт. Регистрация там простая, если у вас ее нет, вы зайдите по-быстрому и сделайте. Если она у вас есть, то, пожалуйста, заходим. Работает на Flash данная страница, данный сервис. Поэтому желательно, чтобы ваш браузер поддерживал Flash. Или не было плагинов, которые препятствуют работе Flash. Итак, вот это главная страница вашего аккаунта. Она показывает вашу библиотеку фотографий, альбомы, если они у вас есть, фотографии, если они у вас есть. А то у меня совершенно немножко здесь есть. Но наша задача сейчас посмотреть, как это работает в целом. Поэтому мы начинаем загружать фотографии. Я подготовил папочку небольшую с несколькими фотографиями, которую мы сейчас загрузим. Переходим к загрузке. Вот это наша папочка. Выбираем то, что мы хотим загрузить. Ну, я выберу, наверное, все фотографии. И говорим ему загрузить. Вот он загрузчик. Он нам предлагает либо загрузить в принципе их в нашу библиотеку. Также можно создать сразу же альбом какой-то, который по умолчанию называется по дате загрузки. Но можно как-то его назвать. Либо выбрать один из существующих альбомов. Давайте мы его назовем тест. Загружать будем все фотографии. Тут показано, сколько места они у нас займут. Сразу же хочу сказать, что по умолчанию вам дается бесплатно 2 гигабайта пространства. И вы можете его всегда расширить за деньги. Но, в принципе, если вы там не будете хранить и только обрабатывать, то более чем достаточно. Вот сейчас у нас всего 15 мегабайт мы хотим загрузить. 16, 15, 7. Давайте мы это загрузим. Вот пошел процесс загрузки. И вот фотографии загрузились. Процесс загрузки окончен. Говорим, готово. И он нас переносит в библиотеку. Сразу же у нас веселая девушка тут. Ну, давайте посмотрим, что мы тут загрузили. Мы загрузились. Я специально взял за основу бытовые фотографии. Бытовые фотографии, которые у меня тут из разных источников есть. Сразу же скажу, что мы имеем полное право их использовать как публикации. Поэтому никаких вопросов по авторскому праву у нас нет. Давайте сделаем на весь экран, чтобы нам было удобнее. Вот. Это то, что мы загрузили. Это то, что мы загрузили. Долго. Так не очень быстро интернет. Поэтому у меня долго так проявляется здесь. На Wi-Fi сижу на общедоступном. Вот. И вот этот снимок. Тут единственный снимок, сделанный мной. Это я тут случайно в декабре, начале декабря ездил в Рузу. И вот по дороге из Москвы в Рузу снял вот такой вот странный пейзаж. Так. Все остальные снимки у нас просто бытовые. Хотя тут тоже можно сказать бытовые. Итак. Давайте мы начнем. Ну вот с этой симпатичной девушки. Что мы здесь видим? Что традиционно нужно для того, чтобы снимок был более-менее приятным? Конечно, это красные волчьи глаза. Во всем остальном снимок практически хороший. С ним почти ничего делать не нужно. Но давайте мы перейдем в любом случае в редактирование. А то снимку уберем красные глаза. Вот мы попали в редактор. Здесь мы видим в принципе все функции, которые простому, скажем так, фотолюбителю необходимы. Они у него есть абсолютно бесплатно. Мы имеем возможность обрезать фотографию. То есть сделать ее чуть-чуть. Ну давайте на примере это просто сразу же сделаем. Вот она мы ее выделил. Мы можем ее чуть-чуть как-то уменьшить, если мы хотим. Зачем-то нам это нужно. Вот. В данном случае это не очень нужно, но... Мы просто рассмотрим пример. Ну предположим, вот так как-то. Вот. Дальше. Вот. Это уменьшит размер. Мы к этому, может быть, потом перейдем. Это автоматическое... Он предлагает нам автоматически сам выстроить настройки фотографии. Внизу приводятся превьюшки, что очень удобно, как вот в апертуре. Третий. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Он предлагает нам так, 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 так и вот так. Все, что он предлагает, предлагает вот это самое симпатичное, да? Вот это первое у нас, где написано стрелочкой, это оригинал, да? То есть сравним ее и оригинал. То есть вот у нас оригинал. Вот то, что нам предлагают. Ну, посветлее. Я бы не сказал, что это лучше. Посветлее каждому свое. Давайте оставим как есть. Просто вот вы можете в дальнейшем сами выбирать варианты. Если хотите вообще автомат, тут есть, в принципе, возможность взять сручную. Предположим, вот экспозицию исправить. Вот у нас посредине находится оригинальный. Влево у нас значит минус стоп. Вправо плюс стоп. Давайте посмотрим на минус стоп. Видите, как симпатично. Что для меня, вот мне вот это вот больше всего нравится. Конечно, я бы вот так выбрал. Вот оригинал, вот минус стоп. Так, и вот плюс стоп. Ну, это, конечно, здесь ни к чему, потому что и так из-за вспышки, которая здесь сразу видно, убита вспышка и так большая часть светлого. Вспышка и так здесь все убито. Поэтому осветать ее, конечно, не надо. Но это тоже на любителя. Я бы вот так сделал. Но мы оставим пока как есть. Это вот те пресловутые красные глаза. Мы к ним перейдем. Давайте мы сразу же, точнее, их сделаем. Вот красные глаза. Можно крупнее сделать, можно так попасть. Раз. Раз, два. Не идеальный, конечно. Ну, что бы вы хотели от автоматики. Вот. Но вполне, вы знаете, по сравнению с тем, что было, по-моему, намного лучше. Намного приятнее. Вот. То есть, соответственно, можно настроить здесь также яркость, то есть не яркость, а насыщенность красок. Вот у нас опять оригинал посредине. Либо мы опять его убавляем. Либо, наоборот, кто хочет факелить, пожалуйста, в эту сторону. Что до меня, я опять же сделал бы, наверное, вот так. Вот мне так нравится больше. Что хотите делать. И причем, что мне особенно нравится в этом редакторе, мы тут как бы сразу видим, как это будет в веб. Да? Вот. Давайте перейдем дальше. Ну, давайте я сделаю, как мне нравится. И перейдем дальше. Это баланс по белому. Чаще всего, особенно в бытовых мыльницах, снимают, конечно, на автомате. Редко кто заморачивается какими-то режимами. Здесь они уже по умолчанию выставлены у вас. Вы можете, так сказать, если вы не заморачивались во время съемки, попытаться как-то исправить здесь. Опять же, оригинал. И вот у вас вариантики здесь есть. Автоматически, как он вам предлагает выставить. По солнышку. Облачно. Здание, или как оно там называется. Лампа накаливания. Ужасно. Лампа дневного света. И вспышка. Ничего не нравится, честно говоря. Ну, вот автомат худо-бедно как-то он убивает. Что-то с тенями как-то все не очень хорошо. Но, в целом, неплохо. Давайте вот возьмем автомат. Тут, кстати, насчет теней. Рядышком как раз есть возможность каким-то образом повлиять на это дело. Не очень интересно. Но, в целом, можно. Тут, ну, снимок не совсем подходить. Может, здесь особо-то и ничего не надо править. Поэтому, соответственно, оригинал получается лучше всех изменений. Но вот мы можем как-то менять тени по-темному, по-светлому. Пожалуйста. Другой вариант. Тоже работа с тенями. В данном случае это просто не нужно. Опять же, мы можем добавить резкости. Здесь она, опять же, не нужна. Но мы можем ее добавить, если нам это нужно. Объект мы выбираем сами. Не знаю. Предположим, вот эту часть губы. Возьмем. Да. И тоже здесь мы можем как-то влиять на резкость. Видите, только у нас получается жуткое зерно. Потому что фотография снята мыльницей. С не очень хорошей... Точнее, с вообще никакой оптикой. Смотрите, их заблестели глаза. Да. Но это в том случае, когда это действительно нужно. В данном случае мы сделали, конечно, блестящие глаза. Но при этом убили всю структуру. Сделали очень-очень шумной. И снег-то он как-то заблестел. Да. Ну, в противовес этому, у нас здесь еще и мягкий фокус. То есть, ровно то же самое, но наоборот. В данном случае... Ну, наверное, так же. Пусть на губах будет. Посмотрим. Видите, тут... Это как бы, наоборот, борется с шумами. Но мы... Чем дальше, конечно, тем страшнее. Что мы еще можем? Мы можем еще поработать с цветами, конечно. Вот. То есть, соответственно, здесь можно либо выстроить по конкретному цвету, который мы хотим настроить. Ну, просто так, совершенно не глядя в лицо, тычем. Получаем вот варианты. Может, не совсем удачные. Но вот мы можем это сделать. Можно, конечно, тут это все самому поразвлекаться. Ну, это так. Ох, какая зелененькая девочка. Симпатичная какая. Эдакий инопланетянин у нас. Вот. Поработать можно здесь вручную. Можно по автоматам. Также Hue. Это полностью, опять же, здесь можно поизменять, если это будет нужно. Но это все, в основном, конечно, на таком, но простеньком уровне. Вот, самое приятное. Черно-белое. Варианты черно-белого изображения. То есть, соответственно, с преобладанием красного, там, зеленого, синего. Да? Варианты. Сами понимаете, чем хуже с фотографией, тем ужаснее любое издевательство. Кстати, вот так вот очень-очень даже неплохо, да? Вот, пожалуй, очень интересно. Опять же, работа с тоном. Здесь мы можем затонировать всю фотографию. Это один тон. И вот я даже сходу вижу, что два мне нравятся уже на превьюшках. Вот такой вот селениум очень неплохой. По-моему, очень симпатично. Опять же, уже пошли кислотные все дела. И вот этот мне тоже нравится. Единственное, что потом переключиться, может быть, в насыщенность, ее чуть-чуть убавить. Да? Вот, может, вот так как-то. Или первый вариант взять все-таки. Нет, наверное, вот этот поинтереснее будет. Его даже можно и не убавлять. Да, пожалуй, так вот. Такое ретро неплохое. Прямо так можно оставить даже. Вот. Также, ну это мы сейчас отменим. В принципе, неплохо, да? Вот мне очень нравится. Также можно превратить в рисунок, что, наверное, очень будет популярно для поздравительных открыток и так далее. Вот он, скетч. Тут варианты. Довольно-таки интересные, кстати. Ну, если бы не вспышка, которую, сами видите, вот пятнами убила здесь просто светлые тона, было бы вообще здорово. Люди, пользуйтесь аккуратно вспышкой. Вспышка, по большому счету, это на самый крайний случай. Вот первые два очень неплохие. Мне нравится, да? Вот. Ну и еще это возможность, конечно, поиздеваться. Каким-то образом поизмываться над рисунком. Либо его поправить, либо наоборот его как-то исказить. Предположим, мы сейчас выделим вот этот вот объект. Опа! Как ее перекосило-то, да? Как ее Мардуленцию-то можно как-то вот тут вот по-смешному сделать, да? Хоть была такая симпатичная девушка, а сейчас какой-то даун. Вот. Либо другие какие-то варианты взять. Тоже чего-то здесь подумать, чего можно. Это все, на самом деле, для хохмачек. Вот такой утконос у нас. Или инопланетянин. Вот. То есть, это, конечно, для приколов. Ну, честно говоря, простому нормальному человеку, такому, который фотографирует для удовольствия, для родственников, мне кажется, как раз эти приколы и нужны, чтобы кого-то повеселить. Почему бы нет? Это волшебная клавиша ретуши. Но здесь нам ретушировать, честно говоря, нечего. Это, наверное, на какую-нибудь другое мы рассмотрим фотографии. Здесь я просто не вижу никаких вещей, которые надо ретушировать. Поэтому мы на нее не будем обращать внимания. Нам она не нужна. Вот. В целом, ну, с этой фотографией единственное, что можно уменьшить размер. Например, предположим, вы хотите отправить ее по e-mail или разместить ее на сайте, вам такой большой размер не нужен. Вот тут у вас уже изначально есть пресеты. Профиль, мобильный телефон, e-mail, веб-сайт или ручная. То есть, как вы сами себя здесь вот размеры зададите. Предположим, мы хотим отправить ее по e-mail. Вот, пожалуйста, она готовая. Все. С этой фотографией мы сделали все. Нажимаем финиш. Вот мы вернулись. Как бы волшебство, да? Ну вот, что бы нам еще поделать. Где-то у нас там была волшебная девушка, которая вот в неправильном положении горизонтали. Давайте мы перейдем к редактированию этой фотографии. Опа. Девушка на фоне ночной Москвы. Для начала, для начала, нам нужно ее повернуть. Вроде бы тут, вот тут не очевидно, да? Поэтому, соответственно, для того, чтобы вам повернуть, здесь клавиш, которые есть в некоторых редакторах, просто стрелочки, поворота нету. Здесь вот есть волшебная кнопочка обрезки. Она же, на самом деле, и по воротам. Вот мы вращаем, как хотим. Собственно говоря, нам, конечно, она всего лишь вот так. Но мы можем, на самом деле, ее, вдруг бы она была неровная, повернуть как нам угодно. Ну, это же Photoshop. В Photoshop вот этот трюк, собственно говоря, очень даже стандартный тоже в обрезке. Вот. Ну, тут, я не знаю, особенно подрезать нечего тоже. Я даже не знаю. Так вот, просто, чисто теоретически делаем это. Хотя, это тоже есть ни к чему. Здесь снимок нормально. Так, что у нас здесь с ретушированием? Вот здесь, наверное, мы что-нибудь... Так, это размер кисти. Вот размер фотографии. Так. Ну, предположим, нам не нравится вот эта вот родинка. Так, я не совсем правильно поступил. На суть, то же самое. Размер кисти, кстати, тут поменьше лучше бы. Вот. Что-то вот наверху, предположим. Нам не нравится, да? Вот наверху, на лбу, какая-то бяка. Наверное, капелька попала. Вот ее нету, да? Вот это, пожалуй, самая волшебная вещь, которая в данном редакторе абсолютно забесплатно у вас есть. Нет, тут на волосы залез. Тут поаккуратнее надо. Я сейчас просто делаю по-быстрому. Конечно, надо это делать более аккуратно. Кисти аккуратно подбирать. Вот. Если сравнить такую же функцию с Пикассо, там, конечно, она похуже. Там, конечно, она похуже. Но в целом... Вот, предположим, вот эта нам еще родинка не нравится. Тоже, да? Видите, как красиво. Довольно-таки неплохо реализована. Если с каким-то другим функцией можно поспорить, то здесь очень неплохо реализована функция ретуши. Вот. Конечно, это зло, то, что я так вот вычищаю все родинки с лица. Это просто вам показать возможность. С родинками бороться не надо. Так. Вот мы почистили. Так. Что у нас здесь тоже с насыщенностью? Ну, увеличивать ее, конечно, надо. Убавить, наверное, немножко стоит. Ну, кстати, и вот так вот очень даже неплохо. А, рисунок. Рисунок. Интересно. О, вот это еще интереснее. Да, вот здесь, пожалуй... О, здесь чем дальше, тем мне больше нравится. Кстати, очень здорово. Вот очень-очень здорово просто. Я бы даже так оставил. Давайте сделаем одну, как вариант, такую, да? Так. Изменять мы здесь ничего не будем. Сделаем, опять же, resize. Давайте тоже для e-mail сделаем. Готово. Оп. Волшебство. Так. Что я еще не рассказал? Есть еще одна волшебная функция, которая будет полезна всем. Ну, вот давайте ее рассмотрим на примере вот этой фотографии. Оп. Вот наша фотография. Редактировать мы ее не будем. Может, а мы об этом достаточно поговорили уже. Давайте рассмотрим функцию декор. Тут есть набор клип-артиков для того, чтобы красиво разукрасить фотографию. Так. Для веселых тоже, с каких-то целей для открытки сделать, подписать ее как-то. Вот здесь можно ввести некий текст. Повернуть ее, как нам надо. Предположим, вот сюда подписать, кто это. Либо вот такую веселую штучку сделать. Как будто кто-то что-то говорит или о чем-то думает. Как зверски убирают снег, а? Вот так. Также какую-то наклеечку выбрать симпатичную. На которой тоже можно что-то написать. Ее стикер такой. Ее можно тоже поворачивать всяко-разно и задавать ей нужный размер. Сюда кладем в угол ее. Наклеечка такая. Выглядит очень реалистично. Также всякие фигурочки, клепарты. Смешные. Кусок пирога, предположим. Ап. Мы его, знаете, рядом с девушкой. Пирог. При свете свечи. Чуть-чуть убавим его. Вот так вот. Вот. Какие-то смешные зверюшки. Вот зайка такой. Оп. Зайку бросила хозяйка. Тоже как-то можно перемещать. Пусть он так сидит. А, это маски. Маски смешные. Вот можно притворить. Такие очки. Вот такие веселые очки. И. Красотень. Мячики всякие. Теннисные, футбольные и так далее. Все разбросано. Во дворе что тут? И зайку бросили. И мячик бросили. Вот этого робота. Его вот сюда в угол посадим. И надпись. Рок. Его может где-нибудь на куртке. Не, на лбу это будет лишнее, конечно. Давайте. Где бы нам ее написать? Ну, прямо под девушкой напишем. А если тут року мало. Ну, вот так. Вот нагромоздили. И рамки. Рамки. Вот такую. Загадочную рамочку. Вот так вот мы все это. За красоту лили. Вот такая у нас получается фотография. То есть, соответственно. Можно уже тоже настроить. Прозрачность этой рамочки. Как с каждым объектом можно поступать. То есть, более чем достаточно для простого. пользователя, для простого фотолюбителя. Чтобы как-то сделать веселую открыточку. Для какой-то своей подруги, друга, мамы, папы, дедушки, бабушки. Внучки, жучки и так далее. Все. После этого мы жмем финиш. Кстати, нам даже не потребовалось красные глаза убирать. Что можно сделать с фотографиями, как в виде редактирования. Мы с вами рассмотрели. После этого мы можем фотографию либо отправить по e-mail, либо получить линк. Потому что она сейчас у нас хранится на сервере Adobe. Вот это Photoshop.com. Можно получить линк. И куда-то вставить ее в какой-то сайт, в какое-то сообщение. Вот. Опубликовать. У вас, потому что по умолчанию будет некая страница. Сохранить на диск. Распечатать. Ну, или удалить. Собственно говоря. Если нам все это не нужно, уже надоело. И теперь еще одна небольшая вкусность напоследок. Как мы посмотрим вот здесь вот сбоку, сразу же есть возможность подключить ваши сервисы на Facebook, на Flickr, в Фотобукете и Пикассе. Есть свои плюсы и минусы. Давайте подключим. Ну, предположим, ну все подключим. Все. Facebook мы подключили. Ну, опять же, не забываем, что при этом вы должны быть залогинены в Facebook. Сейчас она начнется с загрузкой. Так, и где? Ага, пошло. Пошло. Пока она загружает, мы пойдем во Flickr, в Фотобукет и Пикассо. Соглашаемся. Можно закрыть страничку. Тут тоже говорим, ага. Идет обновление папок. О, уже, уже что-то видим. Фотобукет, ага. Вот Flickr уже подгрузился. Подгрузились все, все папки. Ну, так как у меня правоаккаунт, у меня папок там много. Чем это хорошо, чем это удобно? То, что вы можете просматривать и редактировать свои фотографии, которые находятся там, на сервере уже Flickr, или там Facebook. И при этом, при этом, не выгружая их туда-сюда. То есть, обработать их здесь и сохранить их обратно туда же. Ну, еще раз говорю, что все зависит от скорости вашего интернета. Я сейчас нахожусь на общедоступном Wi-Fi. Скорость здесь не очень. Поэтому фотографии у нас подключаются не быстро. Подгружается сервер. Не забываем, что она должна загрузиться все-таки. Но когда загружается, вот мы видим то, что мы видим. Вот. То есть, это у нас все фотографии. Сейчас можно либо выбрать по папкам, сразу же прогуляться. Так, ошибка. Ничего страшного. Вот. С Facebook какая-то проблема произошла с подключением. Ну, обойдемся. Суть будет примерно та же самая. Вот они все листаются здесь. Чудесный домик, кстати, в центре Москвы. На Арбате. Так, ну, можно его прикрыть, чтобы он нас не отвлекал. Вот. То же самое у нас и с другими. С пикастой и так далее. Давайте мы все-таки попробуем еще раз включить Facebook. Потому что я хочу... О, подключился. Почему я хотел, чтобы подключился у нас в Facebook? Потому что, чтобы вы увидели вот этот глюк. То есть, если мы заходили во Flickr, у нас все красиво. То есть, никаких проблем. Все папочки. А тут мы видим какие-то странные кавычки, цифры и так далее. А почему? А потому что Photoshop.com не понимает кириллицы. То есть, там, где у нас кириллица, там у нас вот такая ерунда. И по этой причине, к сожалению, называем только все латиницей. Вот такой вот минус. Ну, не очень существенный при учете того, что можно сразу же работать с этими сервисами. Обрабатывая фотографии внутри их. Вот так вот можно внутри папок путешествовать. Да. И далее я хотел сказать, что можно просматривать их в мини-режиме. Оп. Вот так вот, да. То есть, ну, тут в альбоме две фотографии. Было бы больше. Больше, опять же, будет дольше загружаться, конечно. Вот видите, какая красотень. Очень удобно. Очень удобно. Выбрав нужную фотографию. Но тут, опять же, мы ждем, пока она загрузится. Ждать не будем. Времени жалко. И так уже затянулся наш разговор. Все. Собственно говоря, на этом все. После того, как мы обработали наши фотографии, мы их выгрузили. Нам они здесь могут быть не нужны. Абсолютно. Мы идем в нашу галерею. И все это отсюда удаляем. Нам они не нужны. Вот так. И папка нам стала тоже не нужна. Мы ее также удаляем. За сим все. Как будто ничего и не было. Итак, мы сегодня поговорили о Photoshop.com. Это не единственная возможность бесплатной и неплохо, скажем так, обработать фотографии. В ближайшее время, я думаю, что я расскажу о Google, Picasso и, может, некоторых других сервисах и программах. Почему я начал именно с Photoshop.com? И почему следующий будет Picasso? Потому что эти программы одинаково, эти сервисы, они одинаково подходят как для пользователей Windows, так и для пользователей MacOS. То есть, как вы понимаете, Photoshop.com находится в интернет-сети. То есть, абсолютно без антистического компьютера вышли. А Picasso это кроссплатформенная программа, которая существует как для Macintosh, так и для Windows. Поэтому, хотелось бы, чтобы у вас было возможности. На своем ли вы Mac'е работаете, на служебном ли PC, Windows компьютере, или где-то в интернет-клубе вы зашли, и вам нужно обработать фотографии. То есть, чтобы у вас не было каких-то, не знаю, преград для мгновенной обработки ваших снимков, сделанных там, не знаю, на отпуске, в гостях, на выставке или где-то еще. Итак, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok